Добрый вечер. Сегодня несколько слов о совершенно новой для нашего рынка бюджетной машине Citroёn CLZ. Ее уже прозвали Елисеем за написание на крышке багажника этого слова. Машина сделана в Испании. Сделана она специально для таких недоразвитых стран, как уявляемся мы, для Китая, для Африки, для других маленьких национальных окраин и для России. Сам по себе автомобиль на мой взгляд опоздал года на три. Машина должна была появиться где-нибудь вот перед полуседаном и до Hyundai Solaris. Она была призвана взять рынок, ошеломить клиента именем. Все-таки это Франция, это Citroёn. Она должна была покорить сутью и конечно она должна была сломить сопротивление человеческого скепсиса ценой. В роли третьего на раздачу, в роли догоняющего, уже и имя в общем не так сверкает и суть не так блещет и цена нельзя сказать, что радует. То есть получается, что все как у всех, всего лишь навсего с опозданием. Просто-напросто позже. И в Елисеи нету самого главного, нету Citroёn. Вот машина едет отменно. По управляемости они действительно добились очень хорошего послушания этой машины. Она слушается покорно, резвится азартно. У нее очень хорошие чуткие французские тормоза, нормальные настройки руля, энергоемкость подвески отменная, плавность хода очень достойная. И при всем при том, нету ни одного намека на бренд. Чтобы вспомнить о Франции, нужно постоянно разглядывать эмблему в средине руля, там, где шеврон красуется. Потому что иначе никак не заставишь себя поверить в реальность Эйфелевой башни, Шанели номер пять, то есть наравне с которыми достойнейшим символом долгие годы всегда, как олицетворение Франции, воспринимался Citroёn. Citroёn обычно делал разные машины, он делал дешевые и дорогие, но Citroёn никогда не мог себе позволить быть скучной машиной. Какая-то изюминка в нем была в обязательном порядке. Хотя был один трагический период, когда гениальнейший дизайнер Донато Кока объяснял, что интеллектуалов и эстетов мало, люди в основном все уроды и идиоты, поэтому нужно делать машину для уродов и идиотов, просто потому что их больше. Соответственно, для того, чтобы бренд выживал, нужно делать машину попроще. Ценителей всегда мало. И с этим столкнулись практически все производители. Они знают, что вот какие-то фантастические настройки подвески, особенно в этом ценовом сегменте, мало кто вас требует. Нужен комфорт, нужен дизайн и нужно какое-то удобство не только для себя, но и в том числе для багажа, который везешь. Именно поэтому очень многие гениальные совершенно подвесочные школы вынуждены были пойти по пути упрощения. И по двигателям тоже, прогрессом теперь движет в основном экологии расход топлива, а не упоение от того, как эта штука поет и как она тебя везет. Но параметры игры практически у всех одинаковые. Это то же самое, как приходит учительница к доске и говорит, дети, сегодня мы пишем сочинение на такую-то тему. Дети все разные, поэтому это сочинение они пишут по-разному, но тема-то общая. И в рамках этой общей темы, конечно, у всех получаются совершенно разные результаты. И поскольку Елисей в этой стае на нашем рынке уже третий, Solaris, он же Kia Rio и все-таки полуседан, то тут нужен очень углубленный поиск преимуществ. Что лучше у Елисея, чем у остальных игроков? На скорости 140 км в час Елисей идет как влитой по дороге. У Solaris были очень серьезные проблемы. Если помните, пришлось один раз заниматься перенастройкой подвески, второй раз заниматься перенастройкой подвески. В итоге поменяли полностью характеристики амортизаторов, подобрали другие пружины. Только после этого Solaris встал на дороге ровно. Потому как где-нибудь после 110 его уже начинало настолько ощутимо кидать вправо-влево, что в этом динамическом коридоре даже руля не хватало для удержания автомобиля. У Елисея этой проблемы нет с нуля. То есть вот он родился уже сразу с очень хорошей по энергоемкости и по управляемости подвески. То есть молодец абсолютно. Дорогу держит ровно. И здесь был как раз важен момент проверить его в этом не то чтобы пределе, но по крайней мере в скоростном проявлении. 140, 150, 160. Конечно, это без дотрона, поэтому еще определенная погрешность есть по работе спидометра. Но Solaris на быстрой дороге стоял плохо. Этот Елисей молодец, стоит замечательно. Дорожный просвет. Он порядка... Ну, там есть зависимости от вариантов по защите и по прочим нюансам. Опять-таки плюс еще резина. Ну, больше, чем 160. В этом отношении плюс геометрия позволяет ему парковаться, в отличие от того же пола седана, практически не боясь ударить бампер, а какой бы то ни было бордюр. Вот этой геометрической проходимости ему достаточны, в том числе для города. Бесспорный плюс. Очень хороший плюс шумоизоляция. Понятно было, что по мотору возникнут определенные претензии у людей. Мотор, об этом чуть позже, он поставлен в такие условия, когда в паре с автоматом явно будет голосить. Автомат четырехступенчатый, тот самый знаменитый на всю Францию и на весь мир, доисторический автомат, который ни одной минуты в своей жизни не был хорошим. Зачем на наш рынок идет эта автоматическая коробка, понять невозможно. Допускаю, что из чисто экономических соображений. Есть завод, она дешевая, поэтому пока кто-то на это ловится, можно позволить себе так или иначе попытаться клиенту отдать машину с этой коробкой автомат. Если возникнут проблемы, в период гарантийного срока, пожалуйста, дилерская сеть примет работу, сделает и потом то же самое представительство бренда оплатит разницу. Зачем такой мучительный путь? Непонятно. У мотора блистательная биография. Это проверенный временем, очень достойный двигатель, который вообще-то дебютировал еще во времена Peugeot 205. Он стоял еще на 306, причем на нем были как раз первые проблески впрыска, потом он перешел на 206 модель. И для нас это как раз благо. Это не какой-то суперсовременный двигатель, а вы помните, как у Peugeot BMW-шный 120-сильный двигатель по сью пору не может найти свою экологическую нишу. Есть определенные трудности с ним. И это очень верный путь, очень правильно то, что французы пошли, и этот двигатель в форсировке 116 лошадиных сил предложили на наш рынок. Volkswagen Polo пошел именно по этому самому пути. У них тот же самый мотор с 30-летней биографией, проверенный еще первым гольфом. Замечательные вот эти два двигателя. Получается, что вот в этой стае у Solaris, у него шедевр абсолютный. С 1.6 124 лошадиных силы, сказочный мотор. Равных ему ничего нет, причем он очень тихий по работе. У двух остальных конкурентов 1.6 проверенный временем. Тоже решение, имеющее право на жизнь. Молодцы, пошли за надежностью и определенной топливной всеядностью. По коробкам автоматом у Polo Sedan 6-ступенчатый суперсовременный автомат. У Solaris доисторически четырехступенчатый, но не такая архаика, как у Елисея. У Citroën все-таки это плохой автомат. И его реально не хватает. Причем, как бы ни говорили французы о том, что гидротрансформатор стоит в немецкой фирме ZF. Ну и что? Ну сколько к дохлому ослу подковы золотые не прибивай, от этого лучше ничего не получится. Но зато это, на мой субъективный взгляд, самая красивая машина. Если Polo Sedan выбор Прагматика, просто нормальная форма. Не отталкивает? Нет, не отталкивает. Красавец? Нет, не красавец. Но очень достойно. Солярис, он с небольшим перегибом. Он такой остромодный. Возможно, через пару лет устареет. На сегодняшний день, да, на острие. Citroën вот здесь как раз французский шар. При всем при том, что в нем не чувствуется Citroën. Но поставь его с каким-нибудь C4 седаном, уже даже и не отличишь, кто из них кто. Хотя тот тоже не совсем Citroën. Вот по C5, по нему понятно, да, это Citroën. Вот по серии DS, да, это Франция. Это как раз достойное продолжение ряда, презентующего Францию. Символ Франции – Шанель номер 5. Символ Франции – Эйфлева башня. Символ Франции – Citroën. Вот серия DS, да, конечно, бесспорно. А Елисей, он не под это заточен. Но при всем при том, очень грамотный седан. Это не Рено-символ, которому ящик сзади приварили. Помните этого кракозавра? Здесь сели и с нуля по-чистому создали красивую машину. Молодцы. Шумоизоляция хорошая. Салон большой. Французских причуд, но это невероятно. Ладно, руль большой. Такой немножечко от грузовика. Но предположим, что это удобно. Стеклоподъемники на центральном тоннеле. Не дотянешься. Причем все четыре. Регулировка зеркал спрятана за коленкой. Для того, чтобы отрегулировать зеркала, нужно отрываться от спинки сидения. Поэтому, подавшись вперед, ты теряешь моментальный обзор. Регулируешь слепую. Нельзя сказать, что шедевр. Вполне допускаю, что в Китае не у всех есть сотовые телефоны. Хотя, похоже, что все-таки у всех. У нас точно у каждого сотовый телефон. В Елисей положить его некуда. Ну, так странно получилось. Всего лишь навсего одна дырка, занятая подстаканником. Хорошо, что этот подстаканник можно переложить куда-то. Бардачок огромный, без подсветки. Трудно. Полностью русифицированное управление мультимедиа. А там есть тебе и Bluetooth протокол. Соответственно, телефон можно подключить. Причем он читает твою музыку. Есть куда подключить флешку, либо iPhone. Молодцы. Все это сопровождается надписями на русском языке. Невероятно удобно. В этом большой плюс. Да, графика примитивная. Но, по крайней мере, говорит он на том языке, который мы понимаем. И, в принципе, у Елисея вот все нормально сбалансировано. Вопрос. Он должен ведь и как-то выиграть по цене. А по цене он не выигрывает. Конечно, вся эта тройка резко уступает Логану. Потому что Логан, он начинается с 355 тысяч. А вот эти все трое, они начинаются каждый по-своему. Но полоседан с 1.6 449 тысяч. Солярец с 1.4 459 тысяч. А Елисея 455 900. Но с мотором 1.2 трехцилиндровым. Это психологически неправильно. Но зато очень красивая машина из Испании. 5 баллов на улице Москвы. Не подумайте, что это у нас жизнь такая на отличную оценку. Это просто пробки у нас пятибальные по Финаму. Не по Финаму, по Яндексу. Посмотрел на родной Финам. Телефон родного Финама 6510996. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Добрый вечер. Тема радиослушателя. Вот мучает такой вопрос. Хочу приобрести себе автомобиль Subaru. Ух ты. И никак не могу определиться. Ну, я был владельцем прежде нескольких машин. У меня было три Outback. Но никогда не было Forrester. Ну, как вы знаете, сейчас вышел на рынок новый Forrester. Сейчас все внимание как бы прикреплено к нему. Ну, тем не менее, вот хотел бы услышать от вас правильный совет. Что выбрать? 3.6 Outback или Forrester 2.0 XT турбированный? Вот турбированный, да. Турбированный Forrester 2.0. Это очень достойный автомобиль. Притом, один из редких автомобилей, в принципе, у кого полное взаимопонимание с вариатором. Обычно вариатор не очень понимает, что там делает мотор. А вот именно 2.0 турбированный, вот он молодцом. Он с вариатором в альянсе. И новый Forrester, он на голову выше предыдущего. Хотя, конечно, это глубокий рестайлинг, а не новая машина. Но ошибки учтены. Доработки очень серьезные сделаны. И именно в сочетании 2.0 турбина это достойный аппарат. Причем подвесочная школа у него все та же, за что вы, собственно, и любите Subaru. Вы же Subaru любите не за дизайн, вы же любите его в том числе за подвеску. За ездовые качества. Да, да. За то, как... Вот это гениальная совершенно инженерная школа. Очень жаль, что она погибает у нас на глазах за счет недоработок остальных подразделений. Но то, как эти ребята работают, это, конечно, мастерство. И если предыдущий Forrester был провальным абсолютно, и он очень сильно подкосил состояние дел фирмы, то нынешний это машина, которая застает на себя обратить внимание. И Outback, ну, это для вас привычный формат. Здоровая, серьезная машина. Грандиозная совершенно по размеру. Она так уже, ну, не то чтобы близка к нашему Камазу. Подросла, да. Ну, она подросла, сурово подросла. И с двигателем 3.6 это, конечно, не менее гениальная машина. Но вот раньше безальтернативно можно было сказать, что только Outback, только 3.6. А сейчас уже можно и рассматривать в том числе 2.0 турбина Forrester. Я помню. Скажите, Юрий, у меня к вам встречный вопрос. А почему не французы? Вот ваше отношение старого суббариста к французам вообще? Ну, я не знаю. Вообще у меня такое мнение о французах не очень положительное. Я считаю, что машины не очень надежны, особенно в плане трансмиссии. Пугает меня трансмиссия на французах. Хотя дизайн неплохой у машин. Довольно привлекательные машины. Думаю, что экономичные. Но, Юрий, ведь, скорее всего, это некая сформированная точка зрения, основанная не на опыте, а вот что называется на ощущениях. Вот почему-то есть элемент недоверия к французам, и они никак не могут ваше это недоверие преодолеть. Ну, не знаю. Я изначально был суббаристом. Мне очень тяжело будет перестроиться на французов. Даже не знаю, не рассматривал вообще. Ну, это понятно. А суббаристы мы не плотники по истечении стольких лет. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. По поводу французов. Да. Французы, я как бы делю на французы 90-х, начало 2000-х, и французы современные. Вот те французы, это удивительные машины. Это удивительные машины, ну, это иконы 405-е Peugeot. О-о-о-о, если помните такого. Надо сказать, что по дизайну, по качеству материалов, по отделке и по удобству. Вот удобнее кресло, чем в 307-м пыжике, я не встречал для своей фигуры. Ну, вот просто сидел во многих машинах, ездил на многих машинах, но не встречал. Но двигатель 1.6 с этим автоматом, по-моему, Деппаун, что-то как-то называется. Да-да-да, тот самый, четырехступенчатый. Ну, вы знаете, для этого нужно быть просто ипохондриком. То есть, абсолютно человеком невозмутимым. Даже в спорт-режиме, когда моментальный расход зашкаливает за 30 литров, больше 29,9 он не показывает, чтобы не пугать. Да. Но машина просто не едет. А для вот супруга у меня на нем ездила, не спеша, и, конечно, машина... Понимаете, в французских машинах есть вкус. Понимаете, это вот не рзац, продукт абсолютно правильный, выверенный до микрона, до миллиметра. Да, может быть, что-то не так, что-то здесь не так. Но вот вкус и чувство стиля, оно все-таки французам присуще. И достроение. Во французах достроение. Абсолютно, да-да-да-да. И вот очень жаль, что, к сожалению, в современной модельной линейке, ну, наверное, у Ситроена остался С-5. С-5, да, только. Да, и все. И то С-5 уже остался, если только брать с гидравлической подвеской знаменитой. Конечно. Потому что вот предыдущий С-5, ну, я могу сказать, вот есть тоже опыт эксплуатации у близких друзей. Ну, по проходимости, я думаю, что он даст фору многим кроссоверам за счет увеличиваемого клиренса, за счет абсолютно плоского днища. В эксплуатации машина в разы, в разы, повторяю, дешевле, чем немцы или, тем более, японцы. Ну, просто недооцененная машина, потому что вот всеобщее мнение, что у Субару слабая подвеска, проблемы с трансмиссией и так далее. Но при всем при том, очень лояльная дилерская сеть и вообще политика обслуживания очень по-доброму. В Москве французами ремонтироваться очень приятно, потому что все сервисы очень, ну, такие, как бы, фирменные, но не дилерские. Очень теплые отношения клиентов. То ли у них, как бы, вот машина настраивается такой лад. Но в других сервисах я такого не встречал, в других марках. Причем, Илья, а вот обратите внимание, помните, какие раньше шедевры были у Ситроэна, что называется, за три копейки? Ситроэн Дэшево. Да, да, да. Ведь машина бедняка была, корзинка для того, чтобы по целине перевести коробку с яйцами. Ну, кстати, именно, кстати, французы же, кроме вот таких культовых машин, именно они придумали такое распространенное сейчас явление, как горячий хэтчбэк. То есть, когда они взяли 205-й пыжик, да, воткнули, или вот та же самая 405-й Ми-16. Это вот именно французы придумали, когда маленькая злая машинка. Сейчас уже там Ford SC Focus там и так далее. Это вот только французы делали. Маленькие безумные табуретки, которые прекрасные. Вспомним нашего уважаемого Леонида Голованова и его ОДО управляемости Peugeot 406. Да. Так Peugeot 405 и ОДО Peugeot 406, на которой Леня ездил лет, наверное, 8 на 2.0 на механике. И был счастлив и расставался с ней со слезой. Да, да, да. Я как бы помню эту ОДО и полностью согласен. Конечно, машины были, вот к сожалению, вот были. Но, кстати, Илья, последняя ремарка. Французы придумали не только горячий хэтчбэк, хот-хэтч. Они придумали, в принципе, хэтчбэк. И когда дедушка Леонид Ильич выбирал для советского народа машину вместе с кремлевскими старцами, у него на кону был Fiat 124, заднеприводный, работы Данте Джакоза, классический в пропорции, понятный и логичный. И Рено 16, машина, которая определила концепцию мирового автопрома с 1966 года и по нынешний момент. У него был двигатель поперек, передний привод и кузов хэтчбэк. И кремлевские старцы посмотрели, сказали, не, ну что, ну как, да не, ну. Ну, при том, что нам какая разница была с нуля, что осваивать, Рено или Фиат. Что там мы покупали весь автопром целиком, что здесь мы покупали с нуля целиком автопром. Но, ну, эту концепту нужно было понять. И французы первыми сделали ее массовой. Хотя, конечно, и Сигонис со своим мини-купером был не менее гениален. Ну, согласен, но все-таки французы в этом плане, они не боялись раньше, не боялись общественного мнения. То есть у них машины всегда были, особенно у Ситроэна, машины на грани. Да, конечно, конечно. Машины, которые не оставляют равнодушным никого. Либо нравятся, либо ненавидятся. Сейчас таких машин практически, ну, за исключением страшных американцев, Бьюик с труднопроизносимым названием, Ревендор, затрудняюсь даже назвать. Их практически не осталось. Шкода попыталась пойти по этому пути со своим Румстером, Йетти, но все-таки квадратишь в практике жгут. Ну, загубили, Шкоду загубили. Шкоду загубили, потому что тоже была очень такая самобытная марка. Да? Сергей, а можно задать вопрос? Сейчас у нас открываются продажи Тойота Венза. Да. Вот. А я хотел узнать, что, ну, двигателем 2,4, по-моему, у нас будет продаваться только. А что вы скажете о Вензе с человеческим двигателем? Из Штатов, то есть там двух-трехлетний автомобиль. Ну, это... В вашем мнении. Ведь вы уже присмотрелись к этой машине. Вы обнаружили, что это всего-навсего Камри? Это всего-навсего Камри, да. Да, но при этом она шире Камри, она выше клиренс Камри, отделка качественнее, чем Камри, комплектация в 10 раз богаче, чем Камри. Да, это вот американец, такой настоящий американец, вальяжный, большой. Нельзя сказать, что она сильно шире. Она, знаете, как по миллиметрам, если мерить, если смотреть характеристики, так ведь в характеристики ширина меряется по растопыренным ушам, по зеркалам. Да, ну, понятно. Поэтому она в действительности... Она выглядит сильно шире, так вот, на взгляд. То есть она, у нее, что называется, убранство салона по-другому оформлено. То есть у нее столик другой, кресла другие и мультимедиа другие. Поэтому, когда заходишь на кухню в этой машине, идешь в гостиную, тебе кажется, что она чуть больше, чем Камри. А при всем при том, главный ее выигрыш, это вот кузов универсал и дорожный просвет. И полноприводная трансмиссия, которая, ну, так, в общем... И уж если есть возможность взять ее из Америки, то из Америки она будет, конечно, интересней. Особенно с моторами, которые там сильно за 3 литра. Вот это да. 3,5 литра, да. Да, да, да. Но к нам этот мотор специально не идет, потому что это именно он у нас таскает на себя Хайлендер. Да. А поскольку Хайлендер сделан тоже из той же самой Камри, то, чтобы не было внутреннего каннибализма, они очень спокойно развели их именно по двигателям. И Венза, она хороша, во-первых, чем? Она не примелькалась, и первые несколько лет будет казаться очень красивой машиной. Во-вторых, если из Америки с классным мотором, и сноса этому мотора не будет. И, в-третьих, это удобный городской универсал. Вот это, наконец-то, появилась альтернатива машине, вот той же самой Subaru Outback, например. Да, и Auro, да, у них... Раньше, первого поколения, первого поколения. Ну, первое поколение было действительно на что-то способное. Нынешние-то All-Roads это так просто, обложка, фантик. Серебряные нашлепки на бампере и буковки All-Roads. Да, да, да. И даже непонятно, зачем они в таком случае заморачивались полным приводом. Сделали бы там привод на одно колесо, тоже бы было хорошо. Нормальный велосипед с цепью. Спасибо большое за ответы. Спасибо. Ой, спасибо вам. Вот видите, все-таки есть какое-то у нас предвзятое, общее сформированное мнение по поводу французов. При том, что французы реально по технике очень сильны. И есть колоссальная разница по качеству этой техники между, например, концерном PSA и Renault. Renault, как государственный концерн, он не обязан делать вечную машину. Он обязан сделать машину безопасную и доступную владельцу первому, чтобы стоимость владения была в гарантийный период не очень дорогой. Peugeot и Citroёn, в общем-то, на языке Европы, это французский Volkswagen, в том числе и по надежности. Хотя у Volkswagen тоже с надежностью все хуже и хуже. Новости. Телефон программы экипаж на FENAM FM 6510996. Андрей. Здравствуйте, Андрей. Это вы. Андрей, Сергей, добрый вечер. Спасибо большое вам за передачу. Спасибо. Меня зовут Андрей. Слушал вас на другом радио и продолжаю слушать на FENAM. Патриотизм. Патриотизм, да. На самом деле, вот сейчас временной рамки с 8 до 7 очень удобные, потому что многие заканчивают работать в 6-5 и как раз, слушая вашу передачу, доезжают благополучно до дома, особенно с нашими пробками. У меня несколько вопросов. Раз уж дозвонился, буду по полной программе использовать ваше время. Являюсь счастливым обладателем Nissan Qashqai, 2-литровый вариатор, полный привод. Хотел бы у вас точнить, узнать, насколько влияет на жесткость кузова стеклянная крыша и уменьшает ли себестоимость для производителя использования стеклянной крыши. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как правильно все-таки разгоняться на вариаторе? Нужно ли имитировать переключение передач или просто нажимать на газ до момента ускорения? Это второй вопрос. И третий вопрос по дизайну будет, но попозже, когда вы ответите. Значит, Андрей, стекло в крышу вваренное, оно с одной стороны очень сильно ухудшает общую прочность конструкции, во-вторых, она сильно удорожает ее, потому что там можно было ограничиться всего лишь парой промежуточных каких-нибудь перекладин, а здесь нужно кусок крыши вырезать и туда всю эту конструкцию поставить, ее электрифицировать, тем более у вас часть потолка уже ушла полезного объема, то есть в попахе вы не поедете, буденовку придется немножечко пригибать к затылку, то есть подембельски возить ее на затылке. И в целом это, ну, опция только для эффекта, для красоты и, может быть, для вашего удовольствия, а с точки зрения безопасности, ну, это совершенно излишняя вещь. И если посмотреть краш-тесты, то осколки стекла, которые брызжут сначала вверх, а потом обычно засыпаются внутрь, то есть они не разлетаются во все стороны, они вас сверху аккуратно накрывают. Ну, конечно, и стекло теперь в Европе уже не такое колючее, не такое острое, но тут вам еще в голову прилетает подушка безопасности, скорость раскрытия которой 180 км в час. Представляете, вам с мелкой стеклянной крошкой в лицо прилетело на скорости 180 что-нибудь. Ну, в общем, если есть возможность не возить с собой ящик битой стеклотары, я бы не возил. Я вообще простые люки не люблю. Мне проще, я не служил в ПВО, поэтому мне не обязательно смотреть за врагом и пытаться как-то там через турель его сбить. Но это опять-таки дело вкуса, кому-то же стекляшка в крыше полезна, с точки зрения безопасности это минус по всем позициям. По поводу разгона, у Кашкая вариатор, так называемый, что называется, первого поколения, когда он норовит стрелку швырнуть в диапазон максимальных оборотов и ждет от вас крепкой нервной системы, чтобы вы выдержали этот насиск на уши. А вообще, вариатор именно для того и придумал, чтобы вы только давили на газ и больше ничего не делали. Сейчас последующий, вот когда вы купите себе Кашкая следующего поколения, у него будет трансмиссия уже иная. Она будет лучше понимать мотор, и она не будет уже закидывать стрелку в предельные обороты. — Понятно, спасибо большое. И третий вопрос у меня на самом деле по дизайну. Я на самом деле месяца два назад смотрел статистику продаж за прошлый год по кроссоверам и очень сильно удивился, что на первом месте, естественно, Nissan Qashqai с продажами 31 с чем-то тысяч. А на втором месте, что удивительно было для меня, Nissan Juke. И на третьем только Tiguan. Вот чем можно объяснить такую популярность, в принципе, не самого выдающегося под дизайном автомобиле? — Андрей, вы обратили внимание, какое место в мире Россия держит по количеству потребляемых наркотиков? — Ну да. — Мы лидируем. Больше наркоманов, чем у нас, нет больше нигде. По количеству алкоголя, который мы выпиваем, включая грудных младенцев, тоже мы умело лидируем. А вы слышали сегодня репортаж о том, как подготовились к саммиту восьмерки большой? И о том, как в этой маленькой деревеньке, в которой все это дело происходит, там местная барышня, владелица кафе, сделала специально 8 сортов мороженого под вкусы разных президентов. Вот для Барака Обамы она сделала, например, любимое с его орехами, потому что она знает, что он любит орехи, поэтому для него она сделала с орехами. Для итальянца она сделала тирамису, а для русского президента, естественно, она сделала водку, потому что никому в голову не придется, что русские не пьют. То есть в этом отношении мы весь мир убедились, что вот и, Андрей, мы с вами, и вы, и я, абсолютные ханыги, спившиеся в ноль. И когда мы с вами окажемся где-нибудь за границей, то на нас будут смотреть как на временно трезвых. Вот сейчас мы пытаемся вырваться в лидирующей позиции по наркотикам. Я думаю, через несколько лет, благодаря такой политике государства, мы будем лидировать. А продажи джука, по-моему, говорят о том, что наркотики, как удел весьма состоятельных людей, в нашей стране подтвержден фактом обладания не самым дешевым автомобилем. Ну, пойдем. Спасибо большое. До свидания. Ой, спасибо вам. Но вот дорогой джук с турбированным мотором на полном приводе, он искупает вину за свой дизайн. Он хотя бы шикарно едет. Денис, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Я бы хотел вас узнать. Продаем Peugeot 308, 50-го года. Хотим с женой, думаю, между Nissan Tiana, где-то 10-го, 11-го года, или Sportage 3-й. Ух ты. То есть у вас... А 308-й вы брали новый с салона? Да, новый. Вы его брали в момент кризиса, когда он, наконец-то, приемлемо подешевел? Ну, вроде бы да. И он стоил там каких-нибудь, наверное, 500 с чем-нибудь? Нет, 636. 636, и при этом он у вас на автомате или на ручке? На автомате. А, то есть вы брали практически топовую комплектацию? Ну, практически да. Да, ну, сейчас это, к сожалению, стоит других денег. А теперь вы пытаетесь уйти от машины C-класса, может быть, в другой диапазон, но на вторичный рынок. Ну, нет, мы Sportage хотим, думаю, новый купить. А, тогда... Или не станки, а, ну, он поддержанный, конечно. Ну, да, 10-й, 11-й год. Если есть возможность, Денис, то не отказывайте себе от удовольствия обладания новой машиной. Потому что третий Sportage, он молодцом, тем более, что приятно, у него полный привод, а по нашей жизни полный привод никогда не бывает лишним. Ко всему прочему, вы одну эстетскую машину, в чем-то спорную, меняете на другую. Внешне вообще бесспорная. На мой взгляд, Sportage на сегодняшний день самый красивый кроссовер на планете Земля. Ну, мне так кажется. И одно новое на другое новое. А Тиана, то есть вы выходите на вторичный рынок, где не бывает честных машин, потому что честную машину предлагают друзьям, а не вторичному рынку. И вы покупаете Тиану, потому что ее продают за какие грехи? Набаловались, наездили и списали из автопарка? Знаете, когда казенный водитель на этой машине уже отъездил срок, и шеф продавил правое заднее сиденье, то обычно, если машина хорошая, водитель ее забирает под себя. А вот если она на вторичном рынке, это означает, что стягали ее бедную. И зарабатывала она в три конца на семью, на дядю и еще на любовницу. А тут приходите вы, и на этот скрученный спидометр и либо вы сервисную книжку покупаете за очень серьезные деньги. Купите Sportage, он шикарный, классная пара. Спасибо. И еще вопрос по Sportage. Мне друг говорит, у них слабая подвеска. Врет ли он или нет? Вот если на этой машине попытаться пройти к ML-трофе, причем не сбрасывая, вы знаете, у нее будет слабая не только подвеска, но еще и кузов. А если проверить прочность телеграфного столба, то выяснится, что даже аэрбэги так себе. Спасибо. А вот если на ней по-человечески, замечательная у нее подвеска. Просто у всех корейцев, у них, кстати, есть одна странность. Стойки стабилизатора, втулки стоек стабилизатора, вот эти резино-технические изделия, на всю Корею делают один завод. И на этот завод инновации и нанотехнологии до сих пор еще не пришли. И какую корейскую машину ни возьми, но втулки стоек стабилизатора от 10 тысяч километров пробега, а дальше начинают греметь. Почему корейцы на это не обращают внимания? Я понять не могу. Другое дело, что этот расходный материал у них стоит недорого. Но это странно. Вот если данную претензию друг Дениса имел в виду, она обоснована. А если он спутал, что это очень серьезный джип, такой, знаете, классический дефендер, но только по цене Спортеджа, то, наверное, это было чуть-чуть завышенным ожиданием. Максим, здравствуйте. Сергей, добрый день, добрый вечер. Здрасте. Спасибо, отличная передача. Ой, спасибо. Слушаю вас и слушаю. Сергей, начнем на такой вот вопрос. У меня сейчас Аккура МДИ. Ух ты. Да, и она у меня уже 6 лет. О, как это? Я замечательная машина, я очень ее доволен. То есть она просто прекрасная, она меня ни разу не подводила. Ну, кроме амортизаторов, которые на них вроде бы являются там слабым звеном, как я знаю, и у меня, собственно, они были слабым. Больше я ни разу не обращался в сервис. Вот ни разу. Ну, только ПТО. А вы, кстати, где ее обслуживали? Где-то у очень хороших людей? Нет, я в Ауяме, у дилера. В общем, не самый лучший сервис, но, в общем, больше как бы некуда. Я просто больше никого не знаю. Мне это удобно и близко к дому, и все такое. Замечательно то, что официальный дилер берется. Иногда они почему-то начинают рожи корчить. Нет, берутся с удовольствием. С большим удовольствием есть все регламенты и все там эти компьютерные программы какие-то нужны. Все это у них есть. В общем, они спокойно все это дело воспринимают, даже с радостью берут. А сейчас даже сделали 30-процентную скидку на машину старше 3 лет. Приятно, когда кризис кого-то заставляет поделиться прибылью. Не говорите. Но все равно очень дорого. Все равно это страшно дорого. То есть Аккура-машина, конечно, в ремонте очень недешевая. Да. Но зато вот такая. Зато вот за 6 лет ни одной проблемы у меня, кроме аккумулятора и амортизатора, больше не было. И зато вы едете, на вас пальцем показывают, все всегда говорят, тю, дивись, яка гарна штука. Да, один я рассказал, я приехал на вокзал, там собрались эти носильщики и обсуждали, какие хорошие машины делают китайцы. Вот, смотря на мою машину. Мне, конечно, было очень не обидно все это дело. Ну, простим, носильщикам. Ну, в общем, да. Вот. У меня такой вопрос, Сергей. Ну, в общем, 6 лет уже езжу, надо, конечно, менять на что-то. Ума не приложено, что? Европейцы дорого, и, в общем, как-то угоняют часто, и мне, в общем, это не нравится. Я люблю машину оставлять, забывать про нее. И вот я подумал по поводу Гранд-Чероки. Из Америки? Вроде бы обновленный. Говорят, что из Америки вроде ничего. Ну, наша уже устаревшая вроде бы, да, сейчас новая модель пошла. Ну, у него новая рожа пошла, просто они ему сделали фейслифтинг такой, перенастроили ему выражение лица, он теперь хитро прищурился. Это же не новая машина, это рестайлинг. Тому Гранду, который вот только-только у нас сейчас еще пошел румом, ему всего 3 года. Так что эта машина к нам надолго. Ну, что вы скажете вообще по поводу Гранда? Как вы считаете, что это за машина? Ну, после МДХ вас эта машина будет тоже удивлять, но, с другой стороны, вас Америка не испугаешь. И Гранд, он, несмотря на то, что за ним вот этот красивый шлейф, то, что он сделан на базе Мерседеса, ML, а там от ML только имя. А во всем остальном эта машина, тем более, он хитро сделан, у него перераспределение крутящего момента смещено в сторону задней оси, поэтому вы едете, как на машине, у которой задний привод. То есть у нее не 50, а 50. И к этому нужно быть готовым, потому что не всегда реакция, тем более МДХ у вас переднеприводный, но по манере поведения на дороге, он имитирует наличие, в первую очередь, полного привода, главенства полного привода. Гранд в этом отношении вас с точностью до наоборот должен будет развернуть. При этом у него немножко странные органы управления под названием «Я Мерседес», но при всем при том, он классно упакован выше крыши за те деньги, за которые его предлагают. И тем более, что теперь уже у нас нормальные дизеля на рынке, если у вас нет возражений по поводу запаха. Я не люблю солярку только за то, что если она капнула тебе на штаны, все. После этого штаны в химчистку, и себя, кстати, тоже. И по совокупности своих потребительских свойств Гранд-Чероки — это машина, в которой есть все. Вот добавлять туда нечего. Ко всем прочему, она внедорожник. Она настоящая внедорожник. Вот для меня это важно, потому что я часто вожу лодку за собой. Мне обязательно нужен паркоп, и я вожу лодку. Потянет. Для меня это важно. Потянет. Лодку она потянет, тем более, что американцы, они тоже без лодки не могут. И как грузовик, как тягач, она нормально потащит. А по надежности как она? Меня, конечно, меня Аккоро, конечно, избаловало своей беспроблемности. Максим, Гранд вежливо вернет вас на землю с того облака, на котором вы шесть лет были. Чудо не произошло. Перерыв на новости. Телефон экипажа, телефон Сергея Асланяна. 65 10 9 9 6. Здравствуйте. Арам. Добрый день. Добрый день, Сергей. Дождался. Спасибо вам. Спасибо за верность. Вам спасибо за программу. У меня такой вопрос по X1. Вчера мы присмотрелись с женой к X1. Не знаю, почему-то притянуло к себе наш взгляд. Потому что BMW. Да, это BMW. Честно говоря, были немного разочарованы именно качеством материалов. Но это был дорестайлинговый вариант представлен. В салоне не было другого. Что вы скажете после рестайлинга? Я прочел, что немногое там изменились внутри. И вообще сама какая машина. В двух словах я вам скажу, что у меня большой опыт вождения, но небольшой опыт владения машин. Я очень редко меняю машины. У меня была Opel Vectra в свое время, потом Peugeot 406. Ой, какая машина шикарная была. Очень, очень, очень хорошая, шикарная. И сейчас вожу Golf. А жена за Кашкаем. За рулем Кашкаева. Какой у вас грамотный подбор. Насколько вы молодцы. Вот и то, и другое хорошо. Вы когда X1 смотрели, я надеюсь, вы не полезли изучать внимательно заднеприводный с 1.8? Нет, нет, нет. Два литра дизель X-Drive. Да, полный привод. Потому что X1 нельзя брать заднеприводную. Полноприводная машина. Вот она была придумана фирмой BMW в качестве такого самого главного обмана сезона. Потому что она полезла в ту нишу, в которой она просто вот нагло заявилась и сказала, между прочим, а я BMW в натуре. А по сути своей, ну, эта машина, мягко говоря, не дотягивает до BMW. Очень сильно принижает все то, что мы себе рисуем в голове, когда говорим, что, а у меня BMW. И вы правильно обратили внимание, то, что внутри, такое ощущение, что вообще-то деуматиз. Однозначно, да. И они это сделали умышленно, потому что если вот так вот, вот первый момент, вот первый шок проходит, потом начинаешь оглядываться, смотришь, как это сделано, как это сделано. И видишь эту пластмассу и понимаешь, что вот это где-то, видимо, в Узбекистане лили. А вот это, по-моему, на АЗЛК делали. Вот судя по тому, какое качество, как это все сделано, как это собрано, как это подано. И за это платить полтора миллиона? Да. Это полнейшая эклектика. И что самое ужасное, Арам, даже если вы заплатите миллион шестьсот восемьдесят, как они просят, за два с половиной с дизелем, а салон-то остается такой же. И с одной стороны, да, вот вы или ваша жена едет на BMW. А с другой стороны, каждый раз вы входите в эту коммунальную квартиру и понимаете, что сосед лампочку выкрутил, что коврик грязный, и что вообще сантехника почему-то тоже не ароматизирует. И спрашивается, и что с того, что московская прописка и в центре, если это дом под снос? Да. Вот абсолютная эклектика. И именно поэтому посмотрите, как мало X-1. Потому что цена у него, как у взрослого, и каждый раз все приходят, говорят, ну понятно, а X-3, может быть, его посмотрим? Потому что X-3, хотя бы он с человеческим уже каким-то нутром. У нас та же самая ситуация. Мы стали присматриваться к X-3, но там уже ценник. Выше как-то не хочется. После чего все спокойно уходят за эти деньги, покупая себе какого-нибудь корейца или немца. Или Tiguan. Мы смотрели, просто рядом был Tiguan. За такие же деньги комплектация гораздо лучше, и машина как-то понятнее. Да. Ну а что еще? К чему еще можно присматриваться? К корейцам? Корейцам, да. То есть тут вопрос вот какой. Ведь вы же не зря пришли в BMW. Потому что вас вот манит этот логотип. И когда вы в кругу друзей, в кругу родственников отвечаете на этот вопрос, Арам, а мы с вами как люди восточные прекрасно понимаем, что одним словом BMW, мы отвечаем на все вопросы в принципе. И после этого никаких вопросов нет. Но перед самим собой неудобно за то, что она такая паршивая внутри. И вы пришли к тому, что после гольфа, после Qashqai, ну уже пора BMW. А BMW говорит, думайте еще, Арам. Зайдите к Мерседесу, пойдите к корейцам. И в результате у вас остается Tiguan. Либо вы уходите куда-нибудь Audi Q3, Q5. И там получаете, ну в общем-то, тоже определенный вес. Скажите, Арам, а что у вас? У меня Audi Q5. И все так понимают, что Арам действительно тот самый, которого мы всегда уважали и любили и ценили. А с BMW у вас... Вы не сможете заставить себя полюбить эту машину. И вот сколько вы будете ездить на X1, вот столько вы будете ее ненавидеть за то, что она так по-предательски к вам отнеслась. К сожалению. Дальше у вас есть, соответственно, Tiguan. У вас есть, в том числе, Skoda Yeti. Но имиджево она не подходит. Либо вы идете в сторону уже такой просто оторванной красоты, когда вы говорите, ай, ладно, вот Sportage. Но зато, например, рыжий Sportage и за рулем жена. И все говорят, да. Говорят, да. Вот Арам. Арам умеет вот своей жене сделать красиво. Потому что это Арам. И это будет, ах, какая машина. Либо, соответственно, вы идете дальше по пути эскалации и берете, например, Santa Fe. А Santa Fe – это тоже очень интересная машина. И тоже здорово. И деньги те же. А тихо ночами мечтаете о АХ-3? Или о Мерседесе ГЛК? Который стоит тоже как крыло от самолета и уже непонятно, а зачем он такой нужен? Вот именно. А BMW, увы, это маркетинг. Спасибо. Успехов нас с вами. Но это же очень приятные мечты о BMW. Вот когда в какой-то момент понимаешь, что а могу, а вот могу. Потом смотришь и понимаешь, а, не хочу. Дмитрий, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Хотел бы уточнить, вернее, услышать ваш совет по одной теме, которая меня интересует. Вот я являюсь владельцем-маринологом, да, такая бюджетная автомобиль. Вот. Прошло уже пять лет, и семья моя немного разрослась, да. И, в общем-то, хочется менять как раз сейчас на какой-то универсал. В пределах, вот я посмотрел, 450-500 тысяч. Вот. И, в общем-то, вот это вот то, что появилось новое на рынке, да, вот у нас это Lada Largus, насколько я понимаю. Это же Dacia MPV, насколько я понимаю. Да, именно, да. Да, которая живет давно где-то не у нас. Она сидит с производства. Там это вот как раз, знаете, мы же великая Россия, мы же встали с колен. Румыны сняли с производства вот это и выкинули его на помойку. А мимо проходили мы и сказали, ах, какая штучка. Мы же как раз вот в этой позе с колен встав, шикарно можем увидеть, что-то на помойке валяется. Подобрали. Смотрите, как хорошо. У нас теперь прорыв. Это же наши инновации. Это же настоящий АвтоВАЗ. Мы же этим гордимся, к сожалению. Ну, и вот, собственно говоря, у меня вопрос в чем. Потому что я посмотрел комплектации, которые предлагает вот наша, да, Lada Largus. И посмотрел, краем так глаза залез на украинский сайт. Там, где Dacia, да. Да. И увидел там такую шикарную комплектацию в полном, в общем-то, комплекте. Она мне как раз в 500 тысяч встает. Вот это дизельный двигатель 1.5 и совсем-совсем вот только вот, вот что мне не хватало вот в сегодняшнем Логане, да, то есть там это все есть. Либо альтернатива, это, например, Chevrolet, опять же, Lachete, да, который тоже, по-моему, снят уже. Снят, да. Вот этот универсальчик. Но он почему-то даже дороже получается. Он где-то там 600 с чем-то получается. И если семья у вас подросла и появились какие-то новые народно-хозяйственные и семейные задачи, то в Lachete все это не поместится. Потому что Lachete, он молодцом, но... Багажник у него невыдающийся. А, конечно, Largus, он молодец. Но если вы хотите вот именно пройтись, например, по украинскому рынку, посмотрите еще на Loggi. Вот на то, что пришло на смену MCV. Там же пришли два... Это Докер и Loggi. Это два аппарата, сделанные на Логановской платформе. Ну, во-первых, они чисто внешне хотя бы просто красивые. У них тоже есть дизельные моторы. И, ко всему прочему, они очень правильно сделаны. Но если просто вы возьмете и на Украине присмотрите себе эту машину, пригоните ее с дизельным мотором, это тот самый дизельный мотор Renault, который таскает на своих плечах весь малый бизнес Европы. Этот двигатель, он ставится на все, что только зарабатывает деньги в Европе. Причем этот мотор его охотно берут и другие производители. Они у Renault его покупают, сверху накрывают свои крышки, говорят, а это наш мотор, это не Renault. И он стоит, например, на Kangoo. Хороший моторчик. Он очень деловитый, очень тяговитый, очень правильный. Он, конечно, требует определенного ухода и грамотной эксплуатации. Но у Largus его нет, а вы будете первым парнем на деревне с этим аппаратом. Если вот дизель вы себе возьмете, да. А альтернатива, я так понимаю, данному классу за такие деньги, что-то подобрать ближе, чем, скажем, этот Lada Largus, уже, наверное, ничего в этом поле нет. К сожалению, нет, потому что универсал всегда идет дороже, чем седан. И получается, что вы, что бы не хотели себе взять, вы берете, даже вот подпрыгнув вверх и схватив все кредиты, какие только можно, хотя этого не стоит делать, вы все равно получаете втридорога машину, которая по грузопассажирским возможностям, Largus не чета. Largus, он же чем хорош? Он огромен. Там же по нему ходить можно, там действительно 7 мест. И сзади там великолепно сидится. Я там со своим ростом 1,82 метра на галерке сижу, закинув ногу на ногу, и говорю, кучер, давай, в дальнюю дорогу поехали и едем. Сергей, вот заключение. То есть вот наша сборка Lada Largus по сравнению вот с той же самой, да, чем ПИВИ, то есть она сильно разница? Тут вот есть какой нюанс. Румыны, они все-таки выученики социалистической системы, и у них, ну, как в былые времена, та машина, которая идет на экспорт в Европу, она собирается лучше, чем та машина, которая идет, например, на Россию или на Украину. И эту разницу, ну, где-то как-то пытается снивелировать автоваз. На автовазе не обольщайтесь. Если есть возможность резьбовое соединение захреначить кувалдой, на автовазе это сделают в обязательном порядке. И автоваз, он косячить будет всегда. Но если вот пойти к дилеру уже, сдаться, что называется, то может быть и Largus. Но я бы поборолся за дачу с дизелем, потому что с дизелем это очень правильно, очень хороший вариант. А обслуживание фирмы Рено, какой-то гарантийный, они смогут мне предоставить? Нет. Они на вас посмотрят квадратными глазами и скажут, простите, как это по-русски? Дача? Это что? Да вы что? Мы настоящие французы. Мы Рено. Это не какая-то там румынская дача. Дурака не будут валять до последнего, потому что не дай бог, что сломается. Конечно, нет. Задача официального дилера – кинуть клиента. Иначе он бы просто не был дилером. По крайней мере, в нашей стране. Спасибо. Вот и все. Понедельник у меня закончился. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok